Приветствую вас друзья, вы на ютуб канале Все для Клёва. Меня зовут Максим и я сын Александра. Пока мой отец защищает небо Одессы, мы с командой Все для Клёва решили открыть сбор средств на помощь бригаде, в которой он служит. В течение недели на канале будет несколько эфиров со старыми видео, снятые до начала полномасштабной войны России на территории мирной Украины. Поэтому, если вы хотите помочь Александру и его бригаде, по ссылке в описании вы найдете все нужные реквизиты или в верхнем левом углу. Приятного просмотра, приятного аппетита и мирного неба над головой. Чтобы вы понимали, для пенсионеров рыбалка бесплатная, для обычного рыбака вход 10 гривен. Волос, макушатник, тигровый орех попал, флюоресцентный попал в чем только. Рыбу ловить не умею, готовить не умею. Они карпов целуют, в этом и фишка. Вырос 100 килограмм до 80 и попадись. Очень надеюсь на нее поймать большого карпа. Все для Клёва это Клёва. Я для начала в шоке. Потому что у вас все получается, а мы не профессиональные рыбаки. Сколько людей сейчас снимаете? Ёлки-папки. Какие люди? У нас тут слюни текут. Хватит дроздить, давайте покушаем. Пожалуйста. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Всё для Клёва». Сегодня очередной раз мы с вами на рыбалке. У нас суточная рыбалка. С друзьями мы выбрались. Опять же на первый причал Белго-Денистровска. Мне тут понравилась рыбалка. Одно из видео, которое мы снимали здесь, мы поймали очень много карпов. И хотелось бы в сегодняшней рыбалке повторить этот результат. Сегодня у нас большая компания. 7 человек. Поэтому будет место и для эксперимента, и для отдыха. Так что все будет классно. Суть сегодняшнего видео это про экспериментировать. У нас куча прикормок разных. Мы будем ловить сегодня и на флет кормушки. И на кормушки потаповские. И с крышечкой будем экспериментировать в очередной раз. И с техноплантоном. И будем заказывать горохом. У нас есть наживка живая. Опарыш червь и пенотеста. Желейные бойлы. Даже пластилин. Гранулы. Обыкновенные такие плавающие шарики пенопластовые. Макуха. И еще у нас есть целое бедро гороха, друзья. Вот она. Я вам покажу. Это вот я вчера сварил. Вот такой свежий горошек. Он такой зеленый с желтеньким. Классный. Супер вообще. И нужно будет акваторию тут немножко прикормить. И если даже сегодня мы не пьем карпа, то завтра он точно у нас будет. Команда у нас сегодня большая. И сегодня мы попробуем командой. Олег Васильевич, вдвоем таких, скажем, матерых рыбаков. Матерых? Может быть. Да, матерых рыбаков. Против молодой команды «Все для клева». Кстати, говорят, что у вас неправильная майка, Олег Васильевич. Я вот хочу вам подарить майку «Все для клева». Я уже там готов до клевок. Да, все, давайте тогда переодевайтесь, и мы начинаем с вами рыбалку по полной программе. Сразу морально начнем молодую команду выиграть уже в том, что у нас нормальные майки. Так, Олег Васильевич готов? Все для клева? Все для клева, готово. Это клево. Так, Артур уже, я так понял, нарезает уже, да? Дежурный по кухне. Дежурный по кухне, понятно. Так, ну тут домик такой приличный. Ну как, конечно, есть, конечно, что можно стремиться к лучшему, но, по крайней мере, нормальные условия. Кирилл, здорово. Здравствуйте. Вы сегодня готовы нас побеждать в старшую команду? Абсолютно, абсолютно, целиком и полностью. Да? Да. На что сегодня будешь ловить? На удочке. А, понял, все понятно. Так, тебя как зовут? Ярослав. Ярослав, привет. Здравствуйте. Что ты будешь, на что ловить будешь? Я буду, думаю, на опарыша. Так. И на червяк, на живот у нас от. Понял, понятненько, хорошо. Саня, расскажи, пожалуйста, какой у тебя сегодня план действий, на что ты сегодня планируешь ловить? Ну, сегодня я планирую ловить на флэт, на флэт, на скупликормку фишдрим. Второй вариант, то есть я буду ловить на два спиннинга. Второй вариант я буду ловить сегодня на маленькую кормушку Потап 60 грамм на волос и на горох. То есть стандартная схема. А в дальнейшем, я вижу, что не так буду экспериментировать, искать крючек, который поможет поймать трофейную рыбку и обыграть старшую команду. Старшую команду, да. Ну, понятно. Ну, ты же знаешь, у нас старшим везде почет и уважение. Поэтому посмотрим, как будет. Ну, я тебе понял. Но, если что, я это правило хорошо знаю, в жизни применяю. Пусть обнесеннейший, правильно? Пусть обнесеннейший, все. Жмем руки вот так, чтобы люди видели, батл состоится, результаты будут видны потом. Окей. Друзья, не успели даже покушать, скажем так. У нас уже первая карповая подлевка. Иди, вот туда, вот туда. Есть. Есть. Команда, все для клевого. Пока. Небольшой карп. Садим пяплом. Илья. Садик маленький. Очень маленький. Садик маленький. Садик. Команда на исходную позицию, подсак в воду. Команда на исходную позицию, подсак в воду. Пора взвешивать рыбу, чтобы сравнить, кто выиграл потом. Пенсионеры, как всегда, по мелочи балуются. Они много не могут. Ну что же, карпик маленький, мелкий. Карпик мелкий. Мы сейчас покормим нормально горохом. У нас еще практически три четвертых ведра гороха еще есть. Вы только собирайтесь, карпик, мы уже покормили. Карпик небольшой. Ну, мы такого карпика не берем. Мы его не жарим. На уху не оставляем. Да, лично вы. Смотри. Видишь, что он чуть не оторвал. О, это уже опасно, кажется. У меня разорвало хлебало. Давно я так не клевала. Ой. Нормально, нормально. Сотрясение не получил. Нет, нет, все нормально. Нет, для карпика это конечно жалко. Да. Так, ну что, у нас по идее должен быть карасик. Сейчас посмотрим, что там. Карасик, мы конечно уже наверное заберем. Если это карасик. Если карпик отпустим. Ребята, это карась. Да, это жирнющий, классный карась. И это три, я держу. Круг. Выходите, Олег Васильевич, выходите. Ребята, это 3-0. Это Аргентина, Ямайка. Да вы просто одну рыбу, ту же ловите. Нет, аккуратно, аккуратно. Посмотри, какого. Это какого. Это какой рост. Это какой рост. Посмотри, какой монстр. Ё-моё, за самый низвеночек на маленький. А крючочек-то все для клёвого. Однозначно. А где у вас они? Что? Смотри, так его сейчас чистить сейчас и на уху. Подождите, ему пара нужна. Ну так, пара. Сейчас будет, сейчас как раз вот время, как раз для пары. Вот он. Сейчас поплю, я сказал, всем часов. Ого, ого. Грамм 300, 350. Я думаю, под 500. Нет. 350 до 400. Ну отлично, смотрите, как он красиво хвостом. Алексей, я поздравляю вас с карасем сегодняшним. Да, и с большой удовлетворением. Я думаю, что это только начало. Однозначно. То есть, снасти наши подтверждают свою эффективность, правильно? Именно наши. Наши снасти, да. Погода классная. Ветра нет. Такой хороший вечер. Пока поймали два карпа, одного карася. И вот, друзья, вот я заметил, посмотрите. Да, да, наливайте всех. Куча бочков валяющихся. Видите? Вот смотрите, тоже, да? Что мешает человеку взять баночку и кидать бочки в баночку? Да, Олег Васильевич? Да, наша держава, взагалі, країна з безлічу можливостей, яка могла би безсумнівно стати меккою і туристичного бізнесу, і взагалі місць відпочивання людей, які проживають на цій землі. Але в нас є одна біда. Ми чомусь не цінимо того, чого маємо. І от зараз було показано ті місця, де просто відпочивають люди з дітьми, люди відпочивають, які приїжджають. Тому хочеться сказати, люди, любіть те, що маєте, бережіть те, що маєте, воно саме найкраще, кажу. І воно повинно бути не тільки для нас, а в першу чергу для наших дітей і наших внуків. Тому всім гарного відпочинку, такого задоволеного, з користюю і без тих негативних наслідків, які можна побачити в кінокамеру під нашими ногами. Це точно. Просто, друзі, не мусорайте самі і робите замічання тим, і робите тим замічання, хто рідом з вами кидає під ноги этот мусор. Дежурний по кухні, Кирилл. Ніфіга, я просто підійшов в неудачний момент. А, це тобі доверили, да? Це сушеф. Сушеф? А, а ти мастер-шеф, да? Да. Понял. Рыбу ловити не умею, готовити не умею. Я взагалі не розумію, як я в отримую. Що ти тут знаходиш? Що ти тут не зробиш, да? Ну, зато... Можливо, просто я хороший людина, тому мене з тобою взяли, але в цьому не уверен. Це можуть такі сказати. Я тут такої должності. Хороший парень – це не професія. Не должності, да. Водку піти вмієш? Так вот все в вашем материальном мире і происходит, да? Просто хороший человек не може поїхати с нормальними людьми. Ну, почему? Ти ж на місці, ти ж с нами. Ну, да. Значит, я все-таки хороший, да? Значит, все-таки в мире є доброта, порядочність. Да, треба щепотих людей брати на рыбалку. Пойду за угол поплачу, держи. Пост знал, пост принял, да? Друзі, я хочу познакомити вас с самым младшим подписчиком канала «Всё ли кліво», да? Че самым младшим? Ти не самым младшим подписчиком канала «Всё ли кліво»? Решті, ні. Ні? Ну, ти смотришь наш ютуб канал? Да. Да? Да. Как тебе звуть? Тимур. Тимур. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Ти тут постоянно ловиш? Ну, як сказати, постоянно. Больше рыбалки на ставках, а здесь – да. Бывает, що здесь, да? Да. Ну, і ти карпа здесь ловил? Да. Большого? Ну, кілограма два максимальні. Ага, два кілограма максимальні, да? Да. А на що? Горох попапу. І попап? Ух ты, попап с чим був? Що за снастя бува? Волос, макушатник, тігровий орех попап, флоресцентний попап, чим тока. Ух ты, ёлки-палки, серйозно. А макуха з яким запахом? Макуха в основном карповая. Ну, какой запах? Ну, как, что-то такое, кисель очень сладкий, типа такого. Ага, понятно. Скажи, а поводок длинний? Поводок очень короткий. Очень короткий, да? Да. Сколько? Ну, вот. Ага, то есть 8 сантиметров, да? Да, где-то так, очень маленький. Понятно. А крючок большой ставиш? Ну, да, большой, можно сказать. Большой? На волос, да. Ну, подожди, сейчас. Так. Вот тебе такой крючочек наш. Спасибо. Все для клева. Спасибо большое. Будь ловить и вспоминать нас. Хорошо? Да. Все, давай, будь здравей. Всего хорошего. Шеф-повар, команда, все для клева. Ложка. Назовем это условно ложкой сковородка и картошка. Берем ложку, окунаем в картошку и начинаем произвольными движениями мешать. Мешать, мешать эту картошку. Друзья, парнишка только что сказал о том, что здесь сейчас вот только стемнеет, начнет нормальный клевать на лещовку. Чтобы вы понимали, это глухая снастка с двумя крючками. То есть внизу грузило и два крючка. Сейчас мы сделаем таких два поводка и сделаем из них снасть вертолетную. Для этого мы свяжем поводочек небольшой. При этом мы будем вязать крючок узлом клинч усовершенствуемый. Наш фирменный крючок. Все для клева. Уже, правда, темновато. Освещение плохое для камеры. Надеюсь, что камера передала вам размеры и формы крючка. Все, на него сделаем поводочек небольшой, где-то примерно 15 сантиметров. Когда поводочек готов, мы одеваем его в бусинку. Методом петля в петлю. Петля в петлю. Кулы. Вчера вечер. Вчера? Добрый. У кого там клюет? Ну, до чего. Просто поворот. Ага. Сори. Аккуратно. Вот здесь получается бусинка, видите? Это доспело. Бусинка с поводочком и крючочком. Вот такая вот. Она продевается на сону леску и с двух сторон с топорочками крепится. И получается такая снасть-вертолет. То есть два крючка и грузин. Все. Ничего тут такого сложного нет. Но зато очень эффективно. Молодая команда, дабы уважить психику старших, наняла водолаза, который наживляет рыбу на их крючки. Он пустой. Пацак! Карасик. Второй карасик. Получается два карпа, два карася. Это хороший результат сегодняшнего вечера. Карасик небольшой, но на горох. Вы видите? Тут же пара есть. Да. Пуха будет. Причем я хочу сказать слова тем подписчикам, которые говорили о том, что вот крючок все для клево. Он разгинается там. И карп там в килограмм его разгинает. Я хочу сказать, что важен не размер, а умение пользоваться. Для того, чтобы вытащить карпа на 2-3-5 килограмма, нужно просто уметь пользоваться фрикционом на катушке. То есть нужно уметь поморить карпа и вытащить его. И неважно, крючок там шестерка, восьмерка, мелкий. Главное, говорю, уметь пользоваться, а не то, что зажать фрикцион и потом говорить о том, что вот, крючок у меня там разогнулся, плохой крючок. Ребята, просто учитесь правильного зрения. Мой вариант лещовки вот такой. Я считаю, это самый эффективный вариант. То есть между двумя стопорками бусинка, на которой поводочек. Это получается вариант вертолета. То есть как бы мы не закручивали, оно все равно не закручивается. Видите? Смотрите. Вы поняли? Сейчас покажет наш молодой подписчик, как он вяжет свой вариант лещовки. Мне очень интересно посмотреть его вариант. Покажи, как ты ее вяжешь. Это вот на этом грузили, да? Вот, грузила. А сколько? 112 грамм, сами плавим. Большое. Сами плавите? Да. Петля в петлю, вот, вяжем поводочек простой, вот. Изначально, ну, все петельками, вот, петля зашел, будете цеплять. Ага, это петля для основной лески? Так, понятно. Да, это сюда поводочек мы будем вязать. Ага, вот сюда поводочек, да? И вот сюда поводочек. Смотрите, как мы вяжем. Берем. Ну, петля в петлю, да? Да, вяжем петля в петлю, вот так. Так. Самая простая петля в петлю. Так. А крючок небольшой? Крючок можно даже побольше, только с севьем. Не такой, а с севьем чуть другим. Севьё, чтобы было подоль. И вот так. Раз крючок, иди положи, иди. И второй, да? Ну, понятно. Ну, суть понятна. Да. Суть понятна. Крючок здоровый, слушай. Это на хорошего такого карася, да? На карпика. На карпика? Да. На лещовку, если кидать здесь далеко, так и карпики ловится. Крась вообще, если попадается, то очень круто. Ну, если далеко, да? И вот наша лещовка, она не путается, из виду, что она путается, но она не запутается. Понятно. Хорошо, молодец. Спасибо большое тебе за подсказку. Да. Слушайте, лещовка, хороший карасик. Вот такой карасик нормальный. На нашу лещовку, которую мы с вами связали. Я вам показал, как с принципа вертолета. У команды молодежи фальш-стартер. Да, фальш-стартер. Как так, как так? Ну так, 5-0 пока. Пока 5-0. Подождите, а что это вы сделали? Это флэт? Да. Ну, а что такой длинный поводок на флэт? Нормальный поводок. Да? Ну ладно, ну-ну. Лучше падает. Ага. И что? Там же поводочек вот такой должен быть, вот. Ну да. Вы видите, сколько тут зеленухи. Это хоть не комары, но все равно это мошкара неприятная. Маленький сомик. Это что, на червястом? На лещовку. Ух, красавчики, джимай. Аж прозрачный весь такой. Ну что, Олег, запускайте его. Конечно, давай. Давайте возьмем. А уха с него, кстати, капает. Ну все, малышка. Вырос так килограмм до 80 и попадись. Давай. И деду скажи, пусть подходит. Завдорово. Общий счет 6-0. Еще раз, еще раз. 6-0. Что там, 10 часов? 10 часов 14 минут. Ага. Что, пьем кофе? Да, надо выпить кофе для того, чтобы ловить. И быть бодрячком. Ну давай. Снаряжаем баллон. Кстати, друзья, полезное видео, как снаряжается баллон. Опа. Аккуратненько. Отлично. И что, типа ветер не задувает, да? Ну, лепестки регулируются под сковородку, под все. И защищают. От ветра, да? Ну, и делают форму. Система классная. Боже, за нижнюю губу прям классика. Ёй, боже. На, столпики. За бог. Можете считать его моим? Не проспал. Не, я забер. Почти. Так, хорошо, что там? Не можем считать, а это ваш. Вы же сказали, я иду рыбу ловить. Ну, раз это ваш, тогда вы его отпускаете. Да. Смотрите, вот маленький крючочек. Восьмой номер. Все только льло. Да, кстати, да. На что же сработал? А не Карпов целует к этому фишкам. Огоров! Давай иди. Вы бы ему 100 грамм налили в клюв. Это что, волос 2 горошинки, да? Это нет, это просто на крючок. мы на волосы сейчас не ловим потому что ну как бы темно не видно волосы чтобы вязать я волос обрезал и просто на крючок запишем плюс один старикам ну что сказать ну что сказать красавцы красавцы всем надо кому здесь 70 нет 990 909 серьезно давайте девять сегодня девять не нам тяжело не надо партия в теннис маленький маленький амиром большой несколько до партии несколько 7 просто ничего страшного один и тот же корпус клюет уже четыре раз нет это карасе карасик на червячка то что надо лещовка работает до на уху сойдет последние три поклевки были лещовка продавна лещовка по совету юного до подписчика все для клёва работает красавчик молодец как он такого не приходит к вам сразу поклевка до 30 секунд это факт это умение это удача но это непрерывная поклёвка на загнула удовольствие просто дыри дыри держали профессионализм сказывается подтверждаю сокращение разрыва счета 82 до 9 ну вот такой такой вот утренний карасик смотрите всем добро утро мы продолжаем находиться белгнестровский за им ловить рыбу да караси конечно здатные я скажу карасюги хорош это все на наш горох до живописное место здесь конечно красиво супер вообще не очень нравится так рыбаки сидят хорошенький да карпик небольшой ну поймите правильно такие же надо пускать он еще маленький куда его брать вот когда он вырастет килограмма хотя бы на 2 хотя бы тогда можно и забирать его очень жаль что многим нашим людям не невдомек что так нужно и можно делать вот забирают мелочь сожалению и не думают о будущем просто себе вот чтоб часто набить животным вот мне сейчас хорошо и и все а что будет завтра то похрен бы вот это плохо это как и царить давай давай она потяни еще это ну ловите здесь нет второй раз ух ты 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 друзья утренний карпик в очередной только что так хорошо повел будем сейчас его приближать к берегу и вытаскивать хотелось бы конечно что был большой размер но больших размеров что я смотрю что нет мы уже ловим 6 или 7 карпа и все такие до кило кило полтора то есть такого чтобы трешка такого еще не было и главное посреди борется 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 красава очередной карт две минуты назад 1 1 2 за нижнюю губу фактически да наш маленький крючочек восьмого номера это точно все выпускать побросать таша как говорится чем больше ты отдаешь тем больше тебе возвращается это же законы природы от них против них не попрешь зацепился нам окушать никогда могу шатник тоже работает так наши карпит опускайте это вчерашний до которые три раза клевал на вашу удочку да 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 вчерашний друзья мои это все думаю что этот один тот же карп клюет тут днистре много рыбы молодец 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 красавец орел вот и рыба хорошая и кирилл хороший молодец до карпи 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 хотел бы конечно чтобы это был какой-то хороший такой карпидон как говорят местные да как говорят нет но мы рады любому варианту Потому что пришли не за рыбой, а за наслаждением от этого вида, от этих ярких поклевок. Может поэтому у нас и чаще клюет, потому что дедушка Днецар это понимает. Ох, это тот же самый. Маленький. Мелкий карпуша. Бум. И дядя Саша тоже молодец, как и я. Тоже отпускает рыбу. Вот. Вот такой у меня получается красивый бутерброд из двух горошин. На крючке. Крючок восьмого номера. И попробуем ловить на кормушку паук. Вот такая вот. Посмотрим, что получится. У нас уже ребята уху начинают готовить. Так что все. Жизнь прекрасна. И сейчас наполнится новыми красками. И яркими. И новой рыбой. И новой рыбой, да. Нынешняя молодежь, она достаточно развинута. Ухо существенна. Поэтому... Но рыбу почистить не может, да? Ну, по-перше, что не умеет чистить рыбу. Ага. А другие, по принципу, самого молодшего. Найнялы. Чтобы чистить рыбу. Чтобы чистить рыбу. Ну, понятно. Приходится давать не тики. Мастер-класс при ловле рыбы. Ай. Да. Надо работать над ней. Понятно. Зато кушать будут все. И с кормушкой паук. С горохом. Вот связал такую оснастку. Смотрите. Очень надеюсь на нее поймать большого карпа. Ну, вот там как получится. Как связал такую оснастку, можешь представить вот в этом видео, которое выплывает окно. Мы экспериментировали на одну, две, три, четыре, пять горошин. Вот. И вот хочется попробовать здесь поэкспериментировать. И попробовать поймать какого-то мусора на вот такую вот оснастку. Опять тот же самый. Родной, у тебя рот не болит-то? Там надо хвост отрезать. Метку поставить. Метку поставить на нем, да? Что-то он или не он. У нас когда один подсак, там все-то... Так мы хвосты отрезали, кто сколько потом поймает, чтобы посчитать. Ай, ну это уже не серьезно, ребята. Что так же сделает? Такое вот. Смотрите, сколько раз он получал. Нисколько. А, как бы так сказать, это не тот. Нет, это не тот. Все хорошо у него. Рот целый, да. Рабочий. Можно отпускать. На. Спасибо. Отпускай. Буду хорошим человеком. Думаю, дедушка Днепр зачтет. Днестр, вырежете это потом. Дед Саша, вот тут представляете, если бы мы были такие несознательные и всю рыбу вот эту мелкую брали бы, что бы вот было на самом деле? Ну что, было бы уже 20 как минимум карпов в подсаке, но мы же так не делаем. Поэтому нам дедушка Днестр ее и дает. Потому что мы выпускаем. Это же законы природы. Чем больше ты допустишь, тем больше тебе дадут. Но ведь другим-то так не дают. Смотри, сидят же. Покажи. Вон, куча народа. Давай, я помажу рукой. Давай, вот. Это наш сосед. Да. Очень сознательный человек. Так. Вот. Поэтому, кто не отпускает, тому и не дают. Это же вот так вот устроены все законы природы. Смотрите, друзья, это природа, которая нам дала земля. Я думаю, что все-таки стоит ее беречь, а не использовать по максимуму. Почему-то машины все берегут, масло вовремя меняют. Следят за ней, чтобы она не поломалась. А с природой думают, ну, можно поступать как угодно. Я все-таки думаю, так не стоит. Это тот вариант, который мы с вами сделали с четырьмя горошинами. С кормушкой паук. Тут милость не должна была клюнуть, по идее. Очень надеюсь, что здесь карпик более-менее хороший. А точек, ставьте сюда, пожалуйста. В любом случае, эксперимент это наше все. Это точно. Как оно выглядит, вот так. Ой, как оно выглядит. Как будто там катранс какой-то сидит. Не трогай, не трогай, не трогай. Не камень, ты что? Не камень, ты не трогай. Рыба есть, это уже хорошо. Рыба не может не есть. А паучок-то пустой. Ну, а куда ему? Рыба не может не слышать. Моменты истины. Барабанная дробь. Ох, красивый какой. Ой, какой красивый. Чуть-чуть еще. Ой, какой красивый. Ой, 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 ой. Как ощущения? Интересно. Как ваши ощущения? Друзья, тут собралась куча людей посмотреть, как льет карпик. Ну, а этот уже хорошенький, да? Посерьезнее, да. Не, ну, я знаю, такой хоть одного для себя пожарит. Тоже гребен. Я понимаю, удовольствие. Ну, как бы, разнообразие тоже. Если... Если моя жена увидит, что мы такого карпа отпустили, она меня стат и выберет. Тихо, 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 тихо. Сколько ты? Это двоечка, да? Дольше. Два с половиной? Да, два с половиной. Надеюсь, он не уйдет уже тут. Ну, куда он денес? Подержи. Вот он. Красавец, да? Да? Все для клевого, это клево. Ну, что? Не, это уже нега. Как это без... Как это без короба добавили? Я просто боюсь, что ребята сейчас не поймут и меня от Дубася. Отпустят за ним. Отпустят за ним. Мы быстрее отпустим деть Сашу, чем такого карпа. Наш. Ух, это хороший кабанчик. Поздравляю вас. У меня рукав. Ничего. В карпе. Хайманы-то, какой сбуду мы. Ух ты-ты-ты-ты. Это хороший. Элемент окажется? Когда окажется, надо принимать психотропное. Ну, там что-то есть. Ты сильно подсунул. Я держу, подводите. Я держу, подводите. Да не, ну маленький, ну ребята. Это за чё? Это килограмм. Это килограмм. Это килограмм. Это килограмм. Это килограмм. Да, Каша, какой маленький? Сказано за килограмм. Такой красавец. Хороший красавец. Хороший красавец. Воспускает нам, Олег. Давайте на весы. Сколько он? Давай отпустим. Пусть всем вот. У нас не закончится, Олег Васильевич. Мы просто поймаем больше. Отпустите, пожалуйста. Пойдем. Давай. Своими руками. И что? Ну что, очередной карп, что-что. Все прекрасно. Все шикарно. Немножко надоело его так сказать. Просто народ может начинать психовать. Я боюсь сейчас. Не, надо много. Пусти поприсутствовать, это хорошо. Надо много. Я не знаю, видно на камере это или нет. Но леска очень в натяг идет. Ну просто очень. Там что-то существенное должно быть. То, что вы отпустили того карпа. Отлично. Вот так и мы пустили, только нечего пускать. Мы можем себя отпустить в Лиман. Дедушка Днестр все-таки слышит нас, да? Да. Это же так всегда. Закон космоса действует вот так. Смотрите, как она гнется. Смотрите. Не знаю, камера передает это или нет. Сейчас вас зацепит. Уже зацепит. Ничего страшного. Вы главное не останавливайтесь. Потом разберемся. Мы поможем. Ух. Давай я подержу камеру, а ты поймаешь его. Братан, это очень сильный момент. Это мы рыбаки. Мы не ловим, но мы за. Я его не вижу. Тихо-тихо-тихо. Не смеши. Братан, я снимаю. Все хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Назад-назад-назад. Еще чуть-чуть сюда, я не достану. Да, я понял. Он не может подвезти ее. Подождите, далеко. Далеко. Цепляй уже. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не вытащишь. О. Есть там. Стой. Выскочил немытый. Тихо-тихо-тихо-тихо. Есть. Есть-есть-есть-есть. Забирай. Есть. Красивый. Подожди-подожди, дай я распутаю. Стой-стой-стой-стой-стой-стой. Дед Саш, приложите руку. Возьмите в руки его, чтоб люди поняли масштабы. Да, сегодня у нас, конечно... мы это мы это запикаем сейчас я вылезу отсюда вот ради этого стоит ездить и на рыбалку тоже и повторю еще раз любить то что нам дала наша природа я понял одно что чем деликатнее снасть так тем она эффективнее правильному ну хотя попадается и на грубые снасти но это случайные до случайные так вот чтоб именно целенаправленно ловить это нужно конечно иметь гармоничную тоненькую снасть абсолютно то она будет эффективно активно абсолютно правильно ну я рад что вы увидели да какие вязать эту снастку вели от крючок на волосы мне еще не очень получается выпадает там ничего это делает наживное научимся будем ловить по современному мы привыкли по старинке ловить чем толстый леска чем больше крючок тем надежды ну я вас по оказывается это не всегда да ну может вы посмотрели на наши снасти увидели ну как ловить быстро эффективно карпа уже что-то в этом скажете ну я для начала в шоке чего потому что у вас все получается а мы непрофессиональные рыбаки так я тоже непрофессиональный рыбак это же лучше получается чем у нас просто я не ловлю вот на такие вот снасти вот вот такие грубые снасти ну понятно а то что продается то им покупаем то продается все эффективное тоже продается вот кормушка например потап и паук нормально продаются но они нормально лабора будут тем более что вот через такие вот прорези не проходит горох поэтому залет надо ну так а чего на него видите вы видите на те которые прогонят пока ничего как это не сейчас собой нет а я имею что вы купили то что еще но надо брать такие ноги в которых горох проходит если вы ловите вот на горах да правильно по нему да ну так если вы ловите на него значит он должен как-то выходить из кормушки он же должен постоянно быть там нужно как-то создать какой-то кормовое пятно естественно вот вот из этого у вас проблема да вот вот на воду кормушки нормально проходит горох видите она может создать нормально кормовое пятно именно горохом если вот вы ловите на горох вот тогда у вас все получится вот с такой кормушки но не стоит а нету понятно я вижу ну я чья какая ну да сколько людей сейчас у скольких людей щас елки-палки тогда какие люди у нас тут слюните как не реально мы натягали вот таких народ драки не было мы говорим саша не один рыбали нас тут еще в письме да да друзья скажу что классность не получилось у нас рыбалочка все такие непередаваемые ощущения давайте попробуем все сухо от сыними классные помогли артур скажи какой секрет был это юсти секрет это хорошая компания да и поддержка все переживали за уху что будет рыба на уху да а за рыбу мы вообще больше всего переживали всем приятного аппетита друзья будем заканчивать нашу рыбалку надеюсь я показал вам эффективность работы кормушек потап паук нашего крючка все для клево который нормально работает и хорошо отлично вместе с оснасткой inline с удилищами хамелеонами отлично вяжут рыбу и снасти очень эффективны практически ловили вот эти три удилища здесь больше сколько было людей практически никто ничего нормально не ловил но подбивая итог этого видео хочу вам сказать о том что вот здесь рыбацкий край это общественная организация которая отвечает за территорию причала номер один создали в принципе нормальные места для рыбалки здесь что вы понимали для пенсионеров рыбалка бесплатная для обычного рыбака вход 10 гривен с машины 20 гривен но это я считаю это нормально адекватной ценой для того чтобы платить зарплату охранникам для того чтобы убирать здесь мусор это адекватная нормальная цена но смотрите что же делают наши такие же скажем так общественные организации у которых есть во владении какие-то участки берегов на днестре тоже старый порт да тоже общественной организации которая берет деньги то есть выдает билеты которых написано добровольных носок да ну там цена совсем другая там цена 200 гривен 300 гривен и какие услуги не предоставляют построили помост или вообще с берега за что деньги так вот друзья я говорю это к тому что если это добровольный внесок то не нужно его платить если он добровольный если вы считаете необходимо заплатить какую-то сумму от этого внеска заплатите но если не считаете можете вообще ничего и никто не имеет права с вас взять ни копейки и не оскорблять и не уезжать вашей вашего достоинства тоже никто не может поэтому мы снимаем эти видео для того чтобы вы понимали ситуацию что одни например могут организовать вот здесь например да и брать за это 20 там 10 20 гривен и нормально существовать ну конечно тут можно было конечно построить нормальный перила не вот так вот сейчас да ну я так понимаю ребята амбициозные у них все получится потихонечку как говорится все сделают но при этом они виде цену ставят адекватно и всех устраивает и это практически в городе это же город нестровск это вот крепость рядышком будут как всегда друзья я вам дал информацию а вам решать как поступать надеюсь друзья видео было для вас полезным если это так ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всегда клёво но я прощаюсь с вами до скорой встречи на отбалке всем удачи все хорошо